описание переменных полезно всегда при решении любой задачи анализа данных но если цель построить объяснительную или прогностическую модель то описание изучаемых переменных абсолютно необходимо мы уже знаем что наши перемены являются количественными посмотрим на их распределение сначала список выводит числовые статистики они полезны но не так принципиально как формы распределения поэтому сразу переходим к гистограммам и бокс плоту целевая переменная смещена в сторону нижних значений то есть большинство фильмов имеет мало цинг или не имеет их вообще распределение смещенное значит несимметрично то же самое мы видим на бокс плоти причем бокс довольно таки низкий то есть разнородность внутри бокса низкая она компенсируется большим очень большим количеством подозрительное значение выброс выбирая в дальнейшем метод с помощью которого будем строить объяснительную модель очень важно учесть то насколько разнородно ваши переменную если них выбросы если смещение посмотрим на предикторы первый год мы видим здесь распределение гораздо более симметричное хотя все таки смещенную сторону более поздних лет то есть на сайте mdv больше фильмов которые недавно вышли по сравнению с числом фильмов которые вышли более давно бокс гораздо более вытянут то есть разнородность для этих пятидесяти процентов наблюдений гораздо выше имеется смещение медианы к верхнему концу бокса верхней границы бокса и сам бокс немного смещен к верхней границе диапазона наблюдений то есть некоторые смещения присутствует но отсутствуют подозрительные значения и выброса такая картина гораздо лучше для большинства методов может быть даже для всех методов построения объяснительных и прогностических моделей чем такая картина идем дальше рейтинг критиков распределением по сравнению с остальными гораздо более похожи на нормальные и симметричные хотя кажется что некоторая скошенность права и бокс пол демонстрирует симметричность и медианы внутри бокса и самого бокса внутри диапазона и чуть-чуть подозрительных значений тоже хорошая картина для дальнейшего анализа и дальнейшего построения модель количество лицензий критиков снова возвращает нас картине смещенного сторону низких значений распределения смещенные несимметричны разнородность средняя среди наших переменных средние и опять-таки подозрительные значения и выбросы чуть более смещенное влево распределение у переменной количество номинаций менее разнородное больше подозрительных значений выбросов и примерно то же самое для количества наград не буду комментировать и так перед нами 6 количественных переменных некоторые из которых имеют более симметричное сопротивление некоторые менее симметричны у некоторых есть выбросы у некоторых нет выбросов по некоторым разброс больше по некоторым меньше какие методы из простых базовых для социологического анализа данных могли бы подойти при таких переменах для решения нашей задачи во первых коэффициент корреляции пирсона мы могли бы искать парные связи между каждым из пяти предикторов и целевой переменной то есть например связь между годом выпуска и числом пользовательских оценок получилось бы 5 коэффициентов корреляции отдельно если же мы хотим рассмотреть влияние 5 предикторов на целевую переменную суммарно если к тому же мы хотим узнать как изменение каждого предиктора меняет целевую переменную то есть условно увеличение у фильма количество наград на одну к какому приросту или падению числа оценок пользователей приведет то коэффициент корреляции пирса нам не подходит он не позволяет решить такие сложные задачи поэтому вторым вариантом выступают из простых методов линейная регрессия линейная регрессия тоже работает с количественными переменными и для нее желательно чтобы переменные были разнородным симметричным без выбросов наши переменные не идеальны для линейной регрессии но мы все равно попробуем и по факту посмотрим насколько недостаточное качество исходных переменных повлияет на качество итоговой модели и решим подходит нам такой вариант или не подходит прежде чем строить любую математическую модель полезно посмотреть на искомую зависимость глазками то есть построить какие-то графики если это возможно в нашем случае это возможно потому что по сути мы хотим узнать как 5 иксов или предикторов влияет на игрек или целевую переменную и можем построить 5 графиков если бы иксов было бы 100 это было бы затруднительно у нас их 5 поэтому построили в списке графики можно вызывать разными способами самый богатый инструментарий находится в кнопке красчат билда выбираем скатер дот и опцию симпл скатер на ось y помещается целевая переменная всего она оси x то что у нее влияет таким образом количество пользователей поставивших оценку размещается по оси y а допустим рейтинг критиков по оси x и и можно попробовать запустить как есть мы получили вот такой график ну не то чтобы он в явном виде демонстрировал имеющиеся закономерность мы видим что большая часть фильмов находится в этой области вдоль горизонтальной оси что здесь есть некоторые скопления а здесь более разреженным в целом формируется некий треугольник который как бы намекает что наверное у нас есть положительная зависимость то есть с ростом рейтинга от критиков растет ли популярность фильма если возможность сделать этот график более информативным с точки зрения иском и закономерности да даже несколько вариантов имеется первый вариант два раза кликнуть на графике и попросить вывести бины то есть заменить кружочки которые соответствуют каждому фильму на кружочки разных размеров или разной интенсивности цвета которые демонстрируют большее или меньшее скопления вот опустим маркер сайт мы оставим применим закроем посмотрим не самый информативный вариант мы видим что да вдоль горизонтальной оси большие кружочки в остальном точке закономерность все еще не очевидным а попробуем второй вариант вместо точек поставим средние значения условные средние сейчас объясню что такое условный средний в нашем случае чтобы запустить сначала давайте поменяем здесь в или на ним причем если вы зависимые переменная была бы порядкова например в базе и здесь то опции мин средние не было бы потому что среди нельзя применять для порядковых переменных но в базе у меня это переменная стоит как скейл поэтому мне можно поставить средний применить вот закономерность теперь гораздо лучше проявилась что представляют собой эти кружочки допустим этот если у фильма рейтинг примерно 90 но мне кажется 88 то у него в среднем примерно 50 ну или пониже 40 тысяч оценок от пользователей допустим группа фильмов если в этой группе фильмов рейтинг критиков около 100 ну допустим 96 рейтинг критиков то примерно 50 тысяч количество пользователей которые поставили ему оценки мне кажется что в данном случае график со средними гораздо более информативен чем график с бинами и тем более чем исходный график я уже переделал поэтому его уже нет можно еще раз посмотреть на исходный график возвращаю value то есть снова кружочек будет отвечать отдельному фильму каждый кружочек это отдельный фильм снова вот график сильно не информативный пройдемся по всем парам один x и его игрек другой x и тот же самый игрек третий x и опять же тот же самый игрек игрек не меняется x и меняются и так для года года выпуска это исходный вид графика это график с бинами тоже не очень информативно график со средними видно обратная зависимость то есть чем фильм новее тем меньше он успел накопить пользовательских оценок что подтверждает мое исходное предположение рейтинг критиков исходный график где были из бины и средний видим что с ростом рейтинг критиков растет и популярность фильма причем этом диапазоне она растет скорее линейно и потом ускоряется рост количество лицензий критиков не информативно не информативно более информативными и вот еще более информативно здесь примерно линейная прямая зависимость но здесь она как-то рассеивается но видимо ускоряется количество номинаций как-то совсем не информативно здесь какое-то сердечко и от него брызги даже непонятно все-таки растущий диском то есть положительная зависимость или наоборот здесь я для разнообразия использовал били цветовые ну и все довольно бредно потому что концентрация здесь низкая только здесь более яркий цвет потому что здесь больше всего оказалось фильмов и средний опять нас выручают вот явная линейная зависимость здесь некая красивая еще раз мы сравните вот некая сердечко не явная вот средний вполне показательно выстрелись и примерно такая же история с количеством наград исходя из увиденного можно предположить что переменная год получит в регрессии отрицательный коэффициент все остальные переменные положительный коэффициент но по графикам затруднительно сказать о какой из четырех переменных с положительными коэффициентами коэффициенты будут выше а у какой ниже поэтому мы не можем ограничиться визуальной оценкой составив представление примерно приблизительно об иском и закономерностях мы переходим к математическому моделированию для этого у нас почти все готово но надо учесть что линейная регрессия предполагает не самый простой алгоритм интерпретации тех коэффициентов которые мы получим чтобы сделать интерпретацию отчасти более простой понятной отчасти более содержательный нужно еще одну вещь сделать я называю это смещением переменной в если какой-то из моих иксов независимых переменах не проходит через ноль нужно сделать чтобы он проходил через ноль очевидно что переменная год не проходят через ноль в нулевом году наши эры фильмы снимались но для удобства интерпретации надо чтобы переменный год проходила через ноль то есть чтобы 2007 было закодировано нулево у меня напомню фильмы начинается с 2007 года выпуска поэтому надо закодировать 2007 как 0 2008 следовательно как 1 и так далее в списке есть опции трансформации переменных поэтому эта кнопочка transform здесь есть перекодировка есть компьютер в нашем случае удобнее воспользоваться опции компьютер потому что требуется всего-навсего из значения переменной вычесть ту дельту которая отделяет минимум по данной переменной от 0 минимум по году это 2007 от 0 следовательно отделяет дельта равное 2007 таким образом я перехожу в компьютер беру исходную переменную год выпуска вычитаю из меня 2007 и записываю результат в новую переменную новк 2007 прекрасное название вообще-то я я не поменял раскладку откуда сообщает что операции выполнена успешно у меня в базе появилась новая переменная е-2007 с самого конца она появилась вот он есть еще одна переменная которая не проходит через ноль это рейтинг критиков потому что рейтинг начинает с одного балла значит надо ее сместить в ноль просто вычтя из значения данной переменной единицу трансформ компьютер рейтинг критиков переменной метаскор вычитаю единицу называю метаскор 1 вот пути появился отчет об успешном исполнении и в базе внизу появилась переменная метаскор ради теперь эти переменные как бы закодированы допустим новой переменной рейтинг 99 это на самом деле не совсем 99 это 100 на самом деле и рейтинг 0 где-то внизу там есть рейтинг 0 означает что на самом деле этого фильма рейтинг 1 это поможет интерпретации комиссионной модели которая будет получена комиссионной модели комиссионной модели